Месер 262 Кто на нем летал, поймут меня. На самом деле самолет интересный, даже очень, но не против реактивной авиации других стран, в частности американской. Например, Shooting Star выигрывает нас и по набору высоты, по динамике разгона, в виражах. Единственный веский аргумент, который у нас остается, можно рассматривать и как недостаток. Вооружение. Четыре пушки МК-108, которые не ведут беспорядочный огонь, а заградительный. Проще говоря, каждая пушка имеет свою очередность выстрела, создавая луч смерти. Но с другой стороны, 30-мм снаряды имеют сложную баллистику полета, особенно тяжело против вражеских реактивов на высоких скоростях. Вот если они избавят ход, то да, шансы резко возрастают. Тяга вооруженность по сравнению с другими топовыми самолетами слабая, воздушного тормоза нет. Ну да ладно, хватит вступительной части, перейдем в бою. Shooting Star, который спокойно мог оторваться от нас по прямой, неожиданно делает ошибку и тянется за моим союзником, благодаря чему мы легко его сбиваем. Далее мы уходим вниз и нащупали по пути ладивий с помощью кнопки. Дело в том, что когда идет перегрузка, я все равно пробую прокликивать пространство, и в итоге мы видим ладивий, который по пути разрываем к чертовой бабушке. Далее у нас идет незавидная ситуация. На шести Shooting Star справа приближается Сейбр, и чтобы уклониться, мы уходим вниз вправо под Сейбра. Сначала уворачиваемся горизонтальным виражом и сразу уходим с плитом, так же, чтобы и о Shooting Star увернуться. Выходим наверх, выполняя своего рода петлю, осматриваемся, Shooting Star ушел наверх, это очень хорошо, и смотрим на шесть. Сейбр продолжает нас преследовать, мы будем разводить его на энергию. Каким образом? Выполнять косую петлю, то есть не чистую петлю, а именно косую с креном влево или вправо, чтобы противник был вынужден, чтобы довернуть до нас, сбрасывать тягу. Иначе он просто будет проходить мимо. Да, он сбрасывает тягу, возможно, пользуется воздушным тормозом. И сейчас мы перевалимся резко направо. И будем пробовать его атаковать. Да, все верно, у противника маленькая скорость, следовательно, он уже никуда не денется, лобовая неизбежна. Нам удалось развести Сейбра, но вот Shooting Star нам, конечно, не достать, потому что он слишком высоко, у него большая энергия, и он не повелся на наши косые петли. За что ему, в принципе, пятерка. Одного боя на Мейстере 262 мне показалось мало, поэтому я записал еще один вылет, это уже была карта Рур. Мы сейчас видим Биркетов, здесь ничего сложного, потому что все-таки против нас поршневые истребители, поэтому я не придаю особого значения сбитию, которое сейчас произойдет. Единственное, что вот я беру очень хорошее упреждение, и сейчас я стреляю с клавиатуры, то есть я выровнял траекторию с помощью клавиатуры, и снова с помощью клавиатуры потянул ручку на себя и открыл огонь. После я полетел к союзникам, чтобы помочь им, но, к сожалению, бой был слишком высоко, поэтому мне пришлось ждать шанса, пока кто-то скусится. Такой шанс предоставился в виде Shooting Star. Заметьте, я пошел по своей траектории, я не повторил траекторию Shooting Star и попробовал проатаковать его на проходе, то есть я заранее выводил самолет в том месте, где он должен появиться, а в следующий момент я имею ввиду мой противник. Здесь снова попытка атаковать на проходе, но, к сожалению, ситуация повторяется, а мы не смогли ничего сделать, и поэтому просто делаем сейчас верхнее ее, то есть немножечко поднимая нос, исполняем горизонтальный вираж и сразу уходим с плитом, потому что на нас идет другой Shooting Star. И сейчас будем выводить самолет наверх перекладочкой и пробовать атаковать, если у нас получится. Нет, самолет слишком большую скорость имеет, и мы не успеваем. Снова вытягиваем самолет наверх и ждем своего шанса. Заметьте, с закрылками я весь бой не пользовался, потому что у нас и так слишком маленькая скорость, нужно было ее экономить. Сейчас выпускаю закрылки, чтобы зависнуть в воздухе и выбрать момент атаки, но передумал, так как вижу Shooting Star, я сразу убираю закрылки, чтобы разогнаться как можно быстрее и в нужный момент потянуть нос и выйти на огневую. Да, мы видим, что противник идет на нас, мы успели набрать достаточно скорости, чтобы вытянуть нос и... успешная атака. Что могу сказать, Мессер 262 испытывает сложности в боях с реактивными самолетами других стран. Но когда попадает к прошневой авиации противника, начинается настоящий немецкий праздник. Сейчас вы видите фрагменты боя при попадании на карту Орденны. При желании вообще можно полететь и уничтожить целую эскадрилью Б-17 с ботами на борту. Но такое везение выпадает не часто. Будем ждать скорого пополнения в реактивной авиации Люфтваффе. За видео прошу ставить палец вверх, также мы всегда будем рады новым подписчикам. Пишите пожелания для следующего выпуска Трудный день и удачи в небе, Вар Тандер! Субтитры создавал DimaTorzok